Вилоновская Садовая, дом трудной судьбы, ждет счастливой развязки событий. Городостроительный совет одобрил продолжение строительства без парковочных мест. Застройщик начал возводить высотку в 2004 году, причем без разрешения на строительство. С тех пор менялся застройщик, дом вошел в число проблемных объектов, власти пошли навстречу строителям и одобрили параметры здания, которые не подходят для застройки в исторической части города. Но до сих пор 82 водольщика ждут свои квартиры. По настоящему нормативу застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. В этом доме стоянки не были предусмотрены вообще. Глава города своим постановлением отменяет данную норму для этого дома. Люди не должны страдать от этой ситуации. Если дом может быть достроен, есть соответствующая экспертиза, которая позволяет это сделать, нужно пойти на то, чтобы отменить всевозможные коэффициенты, которые мешают людям получить законное жилище. Городостроительный совет поддерживает это решение в том числе и для других долгостроев, которые столкнулись с такой проблемой. В городе более 20 подобных объектов. Отсутствие парковок в городе также стало темой обсуждения. Участники анализируют опыт других городов и стран. Предлагают начать с ревизии всех парковочных мест в городе и возможности использовать их по максимуму. Это и перехватывающие парковки, которые предполагаются по многочисленным проектным предложениям и проектам планировок на территории городского округа. Это общественные парковки многоэтажные и подземные. И также парковки двойного назначения. Это предполагает дневное использование как гостевые парковки и ночные для жителей ближайших домов и территории, на которой они расположены. Также решить нехватку парковок в исторической части города можно более рациональной организацией движения, считают участники. Это и развитие общественного транспорта и ограничение движения частных автомобилей в историческом центре. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.